Всем привет! Сегодня у нас уже июнь, конец июня. Как бы даты не называю, это не имеет значения. Решила я собрать черники. Если кто-то видел, то неспелой черники было немерено, но потом были небольшие морозы, и эти морозы сделали свое грязное дело. Черники нет. Я знаю, ее точно тут не собирали, ничего не повреждено, не топтано, нервно. Ну, как бы заметно, если люди собирали чернику. Ну, не знаю, вот спряталось небольшой кустик. Вот такой вот небольшой кустик у нас спрятался. Вот видно, видите, засохла она, просто засохла, замерзла и засохла. Ну и пустые, пустые, вот она тоже засохла. Видите? Ну, то есть, с черникой беда. Но это не сильно существенно, я собираю ее больше для удовольствия, потому что ее и купить можно, тем более, вот, красота какая. В областях ее много, особенно в Жатомирской, поэтому продается немерено, нужно будет купить. Это все у нас просто для интереса. Ну, еще увидела ее, это костейника. Вот такие листья, как у малины. Ну, очень низкие кустарники, с такими колючечками мелкими вдоль всего листика. И вот такие ягодки, ну, это одинарная ягодка. Вообще, они как малинки тоже растут. Вот, чем-то похожа на зернышко граната. Это костейника на вкус. Такая приятненькая, немножко кисленькая. И вот только остается семечко. То есть, такую ягодку можно использовать, как гранатик, да, добавлять в салат. Ну, или, конечно же, делать с нее варьение, перетирать с сахаром. Это очень полезная ягодка, очень вкусная, костейника. Может, еще ее найдем. Ну, попробуем собирать хоть какое-то количество черники. Вот, хотела показать здесь еще приличные заросли такой вот интересной ягодки. Похожи тоже на малинку. Реально, как малинка. Дальше эта ягодка будет чернеть. На вкус она на малину не напоминает. Это больше ежевика. По-правильному называется это растение куманника. Если кто знает, не знает. Очень интересная, вкусная. Я его много не собираю. Так, просто ради интереса. Вот еще цветет. Ну, поспеет где-то через недельки, две, три. Может быть, месяц, в зависимости тоже от погоды. Ну, вот. Такие вот заросли здесь, этой куманники. То есть, с такого одного куста можно собрать, ну, очень много. Так, ведерко такое, знаете, где-то на литр, полтора. Спокойно. Вот мне еще встретилась брусничка. Она еще не готова. Вот еще зелененькая, зелененькая. Ну, то есть, еще рано. Они с черникой спеют практически одно и то же время. Просто черника дольше висит, а брусничка где-то до августа и потом опадает. Ну, она должна быть красненькая, но еще рано. Вот, кроме ягод, сейчас еще есть лекарственное растение. Вот, уже немножечко отцветает. Это у нас зверобой. Не знаю, как он называется на латыни. Как его еще называют. Я знаю, это растение только как зверобой. Вот, рассмотрим его. Вот такие листики мелкие. Мелкие-мелкие. Вот, так располагаются они. Идет соцветие и соцветие вот такой вот желтый цветочек. Сколько здесь? Пять лепестков. Такие усики тоненькие, с желтенькими окончаниями. Ну, вот, это отцвел. Вот здесь. Это он еще цветет. То есть, его нужно рвать, зверобой, в тот период, когда он еще цветет. Чтобы были желтенькие, равномерные цветочки. Вот такие вот. Ну, сегодня это не моя цель. По зверобою, по лекарственной растению, я, может быть, пойду в другой раз. Это, пускай себе растет, размножается. Как видите, его здесь нет. Это единственный кустик. Вот, ну, вообще в лесу его встречается много. А мы вот направляемся к чернике. Не знаю, насколько это место лучше, чем предыдущая. В том году, например, ее было здесь больше. Не знаю, дойдем, посмотрим. Ну, вот, мы уже подходим. Вот там малинка, куманика, грибочки. Но сейчас сухо. Какие грибочки? Ну, вот, есть. Не знаю, насколько это много, мало. Она уже довольно поспела. Есть и зелененькая. Это очень-очень маленькая поляночка. Но есть, уже есть, что собрать. Нет у меня никаких приспособлений для этого процесса. Я знаю, они существуют, но они нужны только для заготовки черники в каких-то промышленных масштабах. Ну, я много ее не собираю, опять-таки повторюсь. Компоты у меня не пьют. Варенье тоже так себе. Так, может быть, на выпечку покушать. Вот. Какие-нибудь пироги, варенички. Ну, и половину из того, что соберу съесть. Просто взять и съесть. Ну, вот, начала рвать. Рву, рву, рву. Попробовала, рву. И понимаю, что еще недостаточно она поспела. Не знаю, что будет дальше. Ну, вкусненькое все, но еще зелененькое. Ну, вот это количество возьму. Может быть, на блинчике посыплю. Ну, уже так вкусно пока здесь буду лазить. Так что рановато, рановато. Ладно, число у нас сегодня 26 июня. И в этом году, в 2017, по чернику в моем районе обитания идти рано. Ну, поищем тогда, может быть, грибочки. Может быть, какие-нибудь растения. Ну, чтобы зря не уходить. Или получить какую-нибудь массу впечатлений. Полазим просто. Вот еще то, что я очень жду. Это малина. Вот малину, варенье с малины. Просто малину. Малину с сахаром. Не имеет значения. Вот это у меня едят все. Ну, что могу сказать про малину в этом году. Такое вот разочарование. Одно из лучших мест по малине. Выглядит теперь вот так. Никак. Здесь полили, здесь пеляли. Здесь опять полили. И там полили тоже. Ну, как-то так. А были красивые такие мощные малиньки. Красные, желтые. Но кому-то это было нужно. И сделали вот так. Вот такая вот она красавица, костинька. Вот. А это уже в ее цвете более похоже на правую. Все выломаю. Тоже еще не до конца поспела. Она должна быть такая вот уже бордово-красная. Вот. С ответить. Реально, как у малинки все. Но зернышко, вот эти ягодки маленькие, они крупнее расположены друг от друга. Далеко не так, как у малины. Да, вот в целом. Целой грозью. Не знаю, как это правильно. Вот я видела вдалеке вот такое вот розовое растение. Очень долго я интересовалась, что это. Ну, конечно же, все знают меня. Я уже знаю, что это. Если, опять-таки, я не ошибаюсь. Какая-то доля, да, ошибки должна быть. Я бы пофотографирую. Естественно, еще раз прошу. У людей, которые знают больше меня, да, есть люди, которые знают больше меня. Таких очень-очень много. Ладно, не буду тянуть. Это иван-чай. Вроде бы иван-чай, не иван-чай. Вот сейчас отдельно сниму о нем видео, как его рвать, как его узнать. Ну, конечно, я не думаю, что я ошибаюсь. Вы же знаете, что память у меня хорошая. Ну, попробуем нарвать сегодня иван-чая. Ну, вот здесь мы и сорвем немножечко зверобойчика. Вот. Срывать его нужно не сильно низко, потому что в основном нам нужны вот такие цветочки. Мы их обрывать не будем. Сушатся они вот так вот пучком. Пучком подвешивается. Можно сушить сушарки. То есть, как вам удобно. В сушарке, конечно, остается цвет более природный. Ну, попробуем на этот раз посушить сушарки. Вот такие вот прекрасные молодые еще цветочки. Вот здесь его достаточно. Здесь есть и зверобойчик, и чаек, и молодые сосенки, которые могут порадовать маслятами. Но могут и не порадовать. Дождь был только вчера. Рановато, я думаю. Поэтому нырвем, кроме чайка, еще небольшой пучок зверобоя. Это будет не лишнее. Его много употреблять нельзя. Поэтому небольшой пучок практически на несколько сезонов хватает. Тем более он будет и дальше расти, и цвести. То есть сейчас массово. Потом он и в июле есть, и в августе есть. Поэтому можно добавить при желании. Добавлять его нужно совсем-совсем по чуть-чуть. Потому что опять-таки лекарственное растение это, а не просто чаек. Как вот это, да? То есть небольшой пучечек нырвем для себя. Вот еще одна рятость этого года. Честно. Это земляничка. Обыкновенная лесная земляника. После морозов в этом году случилось что-то непоправимое. И она замерзла. Вместе с цветами, вместе с листьями. То есть я ее выходила собирать, насобирала совсем-совсем немножечко. Вот таких вот милых полянок какая-то практически не осталось. То есть можно сказать, что это вот остатки роскоши. Она вот такая вот миленькая. Это уже все, конец сезона. Уже некоторые даже подсохли. Вкус у нее просто незабываемый. Это вам не клубника, это вам не домашняя культивированная земляника. Вот лесная земляника прикрыла на то, что невозможно забыть. Если у кого-то есть возможность, обязательно собирайте лесную землянику. Она просто бесподобна. Вот отойдем от темы растений, грибов. Странно, да? Должна рассказывать о грибах, рассказываю о растениях. Ну что ж ты сделаешь? Сухо. Очень-очень сухо. Одно из моих излюбленных мест, это озеро. Озеро находится в лесу, не сильно далеко. Оно вот такое заросшее, грязноватое. Ну я знаю здесь, рыбку ловят, уточек стреляют. Совести у них нет. Но кто-то же должен это делать. Если я это не делаю. Я имела ввиду охотников. Они имеют права. Какое-то, наверное. Ну, я не тот человек, который может им это запретить или разрешить. Поэтому так. Ну я очень люблю здесь находиться. Здесь я остановлюсь, попью чайку. Вот. Подумаю о чем-то. Можно будет позагорать сегодня. У нас градусов 30, не меньше. Тем более, сейчас день в самом разгаре. Поэтому посидим здесь немножечко. Потом вернемся. Еще походим. Посмотрим. Вокруг этого озерца. Поищем. Может быть, какие-нибудь шампиньончики выросли. Или дождевички. Я же говорю, вот вчера был мощный дождь. Позавчера был неплохой дождь. Вот там вот непонятное строение. Говорят, ферма была какая-то. Не знаю. Не интересовалась. Ну вот где-нибудь сейчас здесь найдем себе привальчик. И я к вам обязательно вернусь.